Татьяна Хагай. Татьяна Хагай. Хорошо, Анечка, молодец. А, вы взяли больше размером холст. Ничего, тогда по периметру сделайте потом лисировочки, вальки. И вот давайте сразу, ошибочка такая серьезная. Смотрите, чтобы это не было, что у нее палка для ходьбы. Все-таки сделайте, что это зонтичек. И что она как бы не упирается на него, а просто с ним играется. Вот так скажем, да? Вот это сделайте. Так, туфельки тоже отработайте хорошо. Подъем ноги сделайте. И можно еще, юпочку еще чуть-чуть длиннее. Обязательно сделайте низкий горизонт, да? Землю обозначьте, на чем она стоит, так? И падающую тень от нее надо сделать. Она тогда будет тяжеленькая, тяжеленькая. И она будет такая, как сказать, человек. А подмалевок и цветовое решение – это просто какое-то чудо. Это серебро, это вам талант. Я смотрю, у нас у всех студенток очень хороший талант, цветовичек. И прям аж даже завидно, что такие вот пропадают даром. Цветовички, да. Они могут осчастливить людей своими картинами, с такими красивыми цветовыми решениями. Вот давайте мы скажем про Ван Гога. У него особо-то и не было там сильного рисунка, но от его цветового решения просто стоишь и не можешь оторваться. И даже исцеляешься, когда смотришь на его ирисы, на его подсолнухи. Ты просто вот от цвета просто начинаешь… У тебя органы начинают исцеляться. Вот я хочу о вас тоже сказать, Танечка. У вас цветовое решение настолько красивое, что даже мелкие ошибочки… Ну, мелкие ошибочки, смотрите. Плечо правой, левой руки вы вышли из рисунка. Подправьте, возьмите немножко… Подправьте, оно не должно быть такое толстое, это плечо, да. Немножечко подправьте снизу, да. Потом кисть, тоже кисть увеличьте немножко за счет пальчиков, да. Сделайте, может, чем? Лезвийком можно сделать. Можно немножечко грудь увеличить ей, да. Потом промокните немножко охра светлая, эту черную тень под лицом, да. Она красивая, но надо ее чуть успокоить по цвету. Так. И вот просто туфельки нарисуйте. Лицо хорошее. Правая рука хорошее. Ну, особенно по цвету замечательно. Все, ждите лессировок. И, кстати, вы лессировкой немного свой авторский подмалевок успокоите, и тогда работа будет смотреться хорошо. И тогда белый банк заработает, тогда и тело заработает. Все, ждите лессировочек. Молодец.